Несправедливо всё на свете. Ну где же Бог? Зачем молчит? Зачем же терпит он всё это? Ведь на несчастьях мир стоит. Такими мыслями, дерзаясь, по лесу юноша шагал. Вопрос такой, понять стараясь, домой тропинку потерял. Но вдруг навстречу путник с сумкой. Идёт дорогой лесной. И на вопрос, укажешь путни? Ответил, да, пойдём со мной. С земной змеёй в лесу тропинка вилась. Скорей бы долгожданный дом. Вдруг перед ними появилась избушка под большим кустом. Хозяин их радушно встретил и накормил, и напоил. А юноша добро отметил. А чаши золотой спросил. О, мне подарок эта чаша. От бывшего уже врага. И это символ дружбы нашей. Она мне очень дорога. Хозяин вышел на минутку, а путник вещью все собрал. Потом припрятал чашу в сумке. И вместе с юношей ушёл. Спросив за тот поступок подлый, ответил юноша в ответ. Молчи, мой друг, пути господни. Нечеловеческие. Нет. К другой избушке их дорога немного позже привела. Но из неё друг голос строгий. Как будто острая стрела. Эй, убирайтесь-ка отсюда. Для вас здесь нету ничего. И если жить хотите, люди, идите с места вы сего. Хозяин дома их отправил. Но перед тем, как уходить, вдруг путник чашу там оставил. Решил подарок подарить. Но ведь несправедливо это. С досадой юноша сказал. Ведь он скорее достоин смерти. А ты ему подарок дал. Но путник наш вздохнул свободно. Сказал ему опять в ответ. Молчи, мой друг, пути господни. Нечеловеческие. Нет. Уйдя от слова человека, ночной дорогой в лес пошли. В избушке старой дровосека они нашли к себе нашли. Тот дровосек был беден очень. До шестерых имел детей. Хоть кушать нечего, но упрочен. Он принял радостно гостей. Единственным богатством была любовь да дружба в доме том. Но чем уж очень дорожили, так это был их старый дом. С утра детишки побежали грибы к обеду собирать. Хозяйка все белье собрала, пошла на речку полоскать. В лесу дрова рубил хозяин. Он зарабатывал как мог. А путник, будто злобный каин, взял спички и их дом поджег. Тут наш герой не смог сдержаться. Да как так можно подступать? Ведь этот дом все их богатство. Зачем им нужно так страдать? Но снова путник тот негодный, уже знакомый дал ответ. Молчи, мой друг. Пути господни, нечеловеческие, нет. Вот у окраинной дороги стоит избушка над рекой. Хозяин там хоть был и строгий, но пригласил гостей домой. Хозяин пожилой мужчина, жену недавно потерял. Одну имел он радость, сына. А людям всем не доверял. Как бы то ни было, принявши, гостей хозяин накормил. А сына попросил, чтоб дальше за речку он их проводил. Вот мост. Дошли до половины. И путник мальчика позвал. С ним поравнявшись, что есть силы, столкнул его. И тот упал. Тут юноша не смог сдержаться. Да как так можно поступать? Да сколько ж может продолжаться? Несправедливость это. Стой. Тот путник, словно луч весенний, вдруг ярким светом засиял. И через несколько мгновений прекрасным ангелом он стал. Потом, взмахнув рукой свободно, он отвечал, рассеяв свет. Молчи, мой друг. Пути господни, нечеловеческие, нет. Ты помнишь первый дом и чашу? Хозяин, что имел ее? Так вот, туда был яд подмешан. Ему я жизнь дал за нее. А помнишь слово человека, который нас тогда прогнал? Ему оставил чашу эту. Я дал лишь то, что он избрал. В скоревшем доме, разгребая, Золу и пепел дровосек, Тот золото нашел, рыдая. Богатым стал тот человек. А мальчик, что в последнем доме? Как вырос бы, убийцей стал. А так пришествие Христова В число спасенных он попал. Когда отца утешат люди, Добрей намного станет он. И в будущем он тоже будет. Когда Христос придет, спасен. Что видишь, что они за несродни. Не отвергай прозрение свет. И помни, что пути господни, Нечеловеческие нет. Как часто в жизни скоротечной Мы видим горе и беду. И в этой горести сердечной Живем, как будто бы в аду. Но ты, мой друг, доверься Богу. Ведь знает он, как повернуть Твою невзрачную дорогу На новый, светлый, чистый путь. Так что ты помни, друг, сегодня И через много-много лет. Воистину пути господни Нечеловеческие нет. Слава Богу.